здравствуйте здравствуйте сегодня у нас 10 марта 2015 года канала подготовка программа плохие новости я вячеслав мальч со мной студии дуар бабаджанин и не только он нас много тут нас тут много сегодня нормально со звуком смотрим так ну зачитаем письма наших зачетов значит зачитываю зачитываю сейчас досмотрел плохие новости от 5 марта лев толстой сказал русский это тот кто болеет за россию сейчас пойду отправлять вам со своей пенсии 250 рублей удачи вам эдуард из самары спасибо за россию болеет нет ну это совершенно очевидно в твиттере не видна моя переписка с мальцевым просто белый фон отдаты и время писем есть олег че спрашивают у тебя отчет там но у меня с твиттером что-то вообще творится жуткая на так и может вообще сам я посмотрел нет у меня лент это вроде как бежит счет происходит в личке то вообще какая-то жуть но я в этом ничего не понимаю я понимаю что кто-то там поработал уже и я поэтому прошу прощения что вот я залез в личку там человек пишет с крыма спрашивает там вам нужны сведения конечно нужны но я ему даже ответить не смог прочитать прочитала ответить не смог поэтому но сейчас мы наладим я прошу прощения просто минус не обижайтесь с моими знаниями композиция и я и так очень далеко продвинулся надо сказать в свои-то годы да вот просто я хочу сказать этот вопрос пришел ну как половинка эсэмэски бывает до половинка не дошла тут человек просто причем тут белорусский бело-красно-белый флаг и дальше что-то идет просто меня нет продолжения прошу его продублировать про флаг вопросы нету был про флаг да да и это тот же самый но видимо это в продолжении разговора про флаг но вопрос или цветами наверное короче придет я и заново дождаю вопрос просто я сказал что половинка вопрос пришла и вот хорошие стиле ты остержи любишь до стишок такой если каждый месяц каждый вам пришлет привет в купюрах это самое простое чем помочь он чем помочь он вам сумеет вас в борьбе сопровождая за добро и справедливость марина еловая с германией хорошо так и и приятно и с литературной точки зрения хорошо написано да я люблю и вот вопрос такой от алексея лтп надо в стране возрождать или так же как с наркотиками буду я не понимаю алкоголем здесь также как с наркотиками нельзя уж сами понимаете так же как с наркотиками сопьются все ну как родная с эдиком да поэтому лтп сложная вещь я работал участковый я знаю что такое лтп весьма это неприятно есть масса других методов но в крайней крайней конечно это лечение безусловно от алкоголизма на человека лечить ну даже независимо от его желания есть вот с наркомании тут так если человек захотел вылечиться у вылечиться то есть захотел он может не вылечиться не захотел он точно не вылечиться то от алкоголизма несколько по-другому даже не желающие лечиться иногда излечиваются ну как-то так это устроено тем более для нас мы живем в северных широты для нас конечно это более страшное бедствие чем наркомании алкоголизм и бороться с этим безусловно нужно ну и конечно не горбачевскими методами в кирове еще двое детей пострадали из-за схода снега да ну вот закон парных случаев мы уже говорили об этом то есть в нижнем упал на двоих в москве на двоих теперь в кирове на двоих так далее то есть повторяются такие случаи если где-то что-то происходит то нужно ожидать что произойдет подобное ничего хорошего конечно и самое главное почему это происходит понятно что в кирове первые сосульки упали на людей ну потому что там тает все и падают сосульки и если коммунальные службы они не понимают что когда тает падают сосульки после первого случая уже прокурор или кто-то должен был им там объяснить правильно 0 к губернатору этому нужно было объяснить замечательно или мэру там я не знаю видишь как не объяснили ну или хотя бы президент призвал сосульки не падать ну да на севере аргентины в понедельник столкнулись в небе и разбились два вертолета 10 человек погибли проведел кадры но не летели параллельно снимали я так понимаю с одного вертолет другой нами снимали потом они не поймут что произошло но там совершенно очевидно один вертолет стал поворачивать и вероятно завихрился потому что возможно ветер таким образом шел что он вначале был затенен до или наоборот и возник воздушный вихревой поток его стукнул вот видно совершенно очевидно что это ветер что это никакие не не инопланетяне не диверсии ничего остального в общем жалко 10 человек убилось и причем я так понимаю что вот яхтсменка известная пловчиха французская боксер известный в общем такие спортсмены именитые погибли и вот международная ассоциация воздушного транспорта назвала 14 год годом контраста в связи с тем что количество аварий и катастроф воздушного транспорта было меньше а число погибших гораздо больше ну я думаю что здесь связано со сбитым боингом и с тем боингом который там улетел не пойми куда они тоже считают погибшими ну да получается сразу много соцсеть вконтакте атакована вирусом лишающим пользователей денег как как они могут быть я не знаю не специалист по вирусам на так понимаю что там какие-то финансы участвуют в различных группах и так далее вконтакте вот они как ты переписывают на кого-то или списывать но это сейчас от свежая информация а вот пишет в ржд зима кончилась сегодня выдали зимние рукавицы ну классно радостное событие дали рукавицы московские ветераны к 70-летие победы получите единовременные выплаты это вот выплаты будут составлять от 3 до 10 тысяч почему от 3 до 10 непонятно почему нет строгой цифры такой там 10000 3000 от 3 до 10 да и вот сколько сейчас 10 сколько даже выше сколько долларов меньше 200 долларов обалдеть вот представил что ветеранам второй мировой войны в америке подарили бы меньше двухсот долларов на какой-то праздник да то есть там могли вообще ничего не дарить но если бы дарили то конечно ветеранам не по 200 долларов подарили это не не просто праздник от 70 лет я понимаю тут ладно уж 70 раз больше 70 лет представляешь то есть там уж людей практически не осталось а вот саратские ветераны смогут бесплатно съездить на поезде в москву и обратно в течение в течение месяца и вообще по железной дороге такая вот по ветре такой идет что до 31 мая можно уехать вернуться но вот представься если человек уедет 31 мая назад он уже вернуться не может уже должен деньги платить парадоксально но они бы тогда если они такие жадные не могут сделать вообще бесплатный проезд для ветеранов на железнодорожном транспорте их настолько мало осталось что это вообще не проблема сделать бесплатный проект куда хочешь хоть во Владивосток катайся какая разница ну вот если они так не могут но они хоть сделали в течение года который празднует семидесятилетия пусть одна поездка но туда и обратно в любое время может он не хочет ветеран ехать и в мае может для него принципиально в июле например съездить да ну и пусть бы съездил не только в москву нам удар вызываем к якунина обращаем ну да это лучше вот к шкафу за твоей стеной обращаться да я абсолютно с тобой согласен у меня заинтересовал ты сказал от 3 до 10 я тут прочитал в зависимости от категории ветерана да у них есть чё категории не что да те которые там более ветераны и менее ветераны а как они не знаю как кто там полковником был или подполковник не знаю как они вообще не знаю не знаю так него мне интересно как подонки вообще мысли вот у них какой-то своя логика есть да вот сидел собянин и думал ты мне в зам я от 3 задаешь тот вопрос да я не у меня нет ответа я развлечена что я никак вот категорию не пытался никогда залезть понимаешь поэтому когда начинались при мне такие разговоры я был во власть я всегда осаживал и в самой жесткой форме поэтому при мне такие разговоры не велись там например как увеличить детское пособие там на 20 рублей это без меня решили ты помнишь это наверное когда выступил очень жестко против аятского именно за то что он предложил на такую невероятную сумму надо на 20 рублей увеличить пособие вот ну вот так они думают что цифры волшебные конечно не они же пляж они исходят из целой цифры да я то есть они уже ли какое-то количество миллиардов потом взяли количество ветеранов 1 1 1 разделили чуть нет сначала не отпилили поручиками и жена до конец там уже ветеранов стали конечника и тогда вот получилось да действительно небольшая небольшая сумма получается всегда потому что берется вначале блок потом на всех поделить получается мало а у них же нет другого метода они же особо сильно доходной частью не думают для них главное это расходная часть доходная часть она как сама собой собирается благодаря народу там благодаря нефти благодаря чем-то там еще каким-то еще действиям там трансфер там доходная часть есть а порог чую над поделить и дурак умеет делить чужих стоимость барреля нефти бренд упала ниже 57 да и вот тут вокруг этого много пляха плясок значит таких но ты помнишь же что говорили что марте ну это как заклинание там всякие рост нефти всякие замы замы всех замов они рассказывали о том что в марте она начнется движение туда вверх но она не началось движение вверх как мы говорили что она не начнется но она и вот там многие говорят что она упадет до 35 и этого не случилось потому что я говорю лоббильно вот стремится стремится правильно сказать 60 все вот эти вот вещи происходят связанные с рынками да то есть там вот пишут доллар начал укрепляться потому поэтому упала нефть или наоборот нефть упал потому что начал укрепляться в долгу наверно не поэтому все потому что есть определенные производственные процессы есть необходимость в таком сырье как нефть ну и мы видим что так какая будет сейчас динамика трудно сказать пока будет держаться ну вот возможно что некоторые считают и говорят меня спрашивали возможно вот что это новый спад там до 45 вполне такой допускаю то есть может быть что это новый спад 45 может быть даже до 40 потому что какие-то такие стремительные действия но все равно вот это вот волшебная . 60 даже если сейчас просядет дальше все равно будет возвращаться к этой точке это пока ничего ничего такого не произошло что не дало бы нефти подойти сюда к этой точке 60 но нет ничего такого что очень значительно бы ее повысила но по крайней мере нет желания не у сша не у саудовской аравии а это очень важно хорватия черногория за пять лет собирается построить трубопровод который обеспечит регион азербайджанским газом но это хорошие ребята они правильно все для себя делают но с другой стороны вот они не такие богатые вопреки может быть за пять лет я не знаю конечно советовать людям но за пять лет можно было бы сделать что-то другое когда и газу не потребовался как ну сейчас столько новых технологий в этом да может быть объявить тендер хорватия черногория в общем находится не в самом темном месте да там солнышко достаточно гораздо больше чем в лондоне чему в лондоне люди мог мог пользоваться солнечными батареями а в хорватии черногории нет почему-то там достаточно много ветра почему где-то в англии можно пользоваться это реками там и в голландии в хорватии черногории нет ну просто мозгами по раскинуть я думаю что у них был гораздо выгоднее чем заниматься этой газовой фигней англо-голландская нефтегазовая компания shell отказалась от разработки лензитского участка в ямало-ненецком округе в россии но это уже не первый участок это уже второй участок от которого шел отказался и я понимаю так шел не только сворачивает свою деятельность в россии с российскими компаниями но и вообще те месторождения которые считают не особо прибыльными с точки зрения вложений вкладывать точных не хочет а россия чем она уникальна тем что можно получить баснословный прибыль прибыли но над вкладывать баснословные деньги а сейчас какие гарантии никто даже даже вот минуя санкции но нет предположим санкций никаких можно вкладывать сколько угодно кто же поедет еще больные что они понимают завтра путин на виллы поднимут и все придет уго чавеса все национализирует они чё дураки что зачем это надо канадская компания бомбардии это уже информация такая она как бы к этому к этому же к этой же теме что бомбардии отказалась от ну это сейчас окончательно значит отказ от оформлен это еще в пол прошлом месяце была информация что компания бомбардии отказался от производства самолет в ульяновске у наших соседей мы месяц назад об этом говорили может не дошли до этого но сейчас вот совершенно очевидно то есть это и и еще один вариант очень было выгодно производить там самолеты никто не гарантирован с точки зрения вложений когда говорит ой отлично сейчас вкладываться в россии на гроз на грош можно пятаков заработать как помнишь у гилеровского выражение такой который в россии 19 века было заработать на грош пятаков не хотят зарабатывать потому что опасно можно и грошей потерять и последние штаны сша отменили санкции в отношении беларусь нефти ограничения были введены четыре года назад из-за контракта с ираном да вот это то о чем мы как раз говорили то есть сша сейчас реально протягивает руку беларуси отменили санкции но санкции на самом деле не из иран не связаны они ну связаны так сказать формально с ираном но фактически то они были связаны с выборами лукашенко да они же были введены перед выборами лукашенко чтобы учет там ему откручивать какую-то гайку в одном месте а сейчас все нормально сейчас опять будут выборы у лукашенко но сша это уже не волнует они спросили ну вы чё там с ираном как завязали эти самые контакты такие не санкционированные да конечно завязали а как же ну ладно как ты думаешь как лукашенко то ему же придется когда-нибудь выбор сделать да потому что и штаты потребуют и путин потребует ну как сказать посмотрим я не могу тут за лукашенко решать не знаю но я мне интересно залить удары он не сможет усидеть на двух стульях я согласен он пока лавирует достаточно лавирует да есть очень успел когда грубо говоря ты понимаешь вопрос будет прямой прямой да и непосредственно и очень важной связи может быть я был я думаю что он как опытный политик просто прикидывает что путин не вечен в штатах независимо я так понимаю что он ждет да тоже как независимо будет обама там я не знаю маккейн кто угодно ничего не поменяется будут штаты и будет политика соединенных штатов тоже что и было ну может быть чуть там правее чуть левее но это вообще для лукашенко не иметь никакого значения а здесь поменяется все как только этого друга не не будет поэтому украшу лукашенко даже выгодно до начата вообще не завидую я человеку которую все хотят чтобы он уже а скинулся ну да и даже из своих не только умер на как и как и в тюрьме у как он тянет тянет понимаешь даже не тянут вот он президентскую лямку тянет на президентский срок тянет вот пусть откинется уж быстрее ну соединенные штаты америки больше не оказывают финансовую помощь российскому правительству заявил на брифинге в понедельник представитель госдепа сша джейн саки но это очень важная тема почему потому что были определенные сведения что все-таки сохранились какие-то некоторые программы о которых мы не знаем ну как по безопасности ядерного оружия от которой вот только недавно отказались да и не только ядерного оружия вообще атомных материалов и что туда какие-то вливаются деньги то есть вот она официально заявил что нет все американских денег здесь нет никаких только доллары но это наши баксы да но это ваши баксы крупные американские банки начинают закрывать свои традиционные филиальные сети в пользу цифровых ну это еще в кинзаза мы видели да женщину убрали автомат поставить женщину вынули автомат засунули даже женщину вывали автомат засунули правильно вот так и здесь то есть мы видим если это на западе происходит то представляешь как это будет происходить здесь то есть конечно многие банки сейчас будут уходить в интернет безусловно то есть а зачем держать какой-то филиал с какой-то уже догоняет на самом деле платежной системы они уже там давно банки еще качались к и какие-то эти самые они увидели что там все доходы в общем-то и виза-то давно на на этом ну и логично рассудить так что когда мы увидим что бу большого числа отделений банков нет то есть нет возможности получить наличные деньги где-то сложность с этим возникает то не будут же они открывать эти отделения то есть пойдут по другому пути увеличение электронных денег вот и все безусловно мы идем к этому что наличных денег не будут будут электронные деньги кто раньше к этому придет тот и того и тапки да потому что мы понимаем мир взаимосообщающие сосуды поэтому лучшим к этому прийти самыми первыми но мы исходя из того что там вова сидит можем прийти самыми последними к этому и наши тапки будут у кого-то чем его ждем это же современный мир он же не требует всем государством решать проблему решает проблемы частные люди до частные люди здесь они полностью вове подчиняются банки все делены а здесь согласен а ничего здесь делать тогда тем кто деньгами хочет заниматься ну да согласен ты революциями хоть заниматься там не хочу швейцарии сидеть там банков больше чем киосков табачных рубль растет несмотря на снижение цен на нефть уже не растет уже не растет уже доллар подрос рос 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 и вырос и евро подросло а еще евро доллар относительно евро подрос в общем все все нормально движение такое происходит сейчас спрашивают что будет с валютами ну сейчас мы понимаем что к следующему вторнику да наверное придется отдавать определенного людям мартовские долги потому что уже там набежала нормально ну ситуация может быть декабрьской не будет но все равно какое-то движение то есть кто-то сейчас захочет купить доллары и расплатиться или наоборот не продать доллары как его просят чтобы расплатиться с банками соответственно нужно будет больше вливаний центробанка делать то есть во вторник наверняка понедельник вторник начнется такая лихорадочка сколько они скинут сколько они заготовили денег я не знаю если немного только лотнет сильно если много ну нам еще и ставку они в пятницу обещают подкрутить они что же прекрасно понимают так сказать вот эти вопрос про вторник поэтому в пятницу они чут будут маркетанить причем я так понимаю что это методом научного тыка прекрасно понимают что делают только те кто на этих спекуляциях зарабатывает а вот эти вот ребята я так понимаю или они не понимают или они работают в пользу тех кто на этом зарабатывает курс фунта гривну еще спросили меня но я говорю гривны в ровная такая ситуация сейчас вот она поднимается она стремится к цифре 30 до то есть в цифре а ну один к трем на с рублем вот постоянно стремится сейчас если рубль шатнет к 30 30 за 10 вот если сейчас гриву то есть если рубль час шатнет ближайшее время понедельник во вторник то конечно на гривне это отразится но там инерция определенная очень мощная инерция поэтому на этом я говорил еще прошлый раз на этом очень можно хорошо сыграть то есть гривну не сразу колотит после то после того как рубль валится курс фунток евро самый высокий за 7 лет но это о чем мы говорили в общем сейчас фунт и доллар они чувствуют себя прекрасно евро опускается и мы говорили что евро наверное все таки опустится ниже доллара в конце концов ну вот по итогам всего вот этого кризиса наверное это будет так но это логично по крайней мере они не будут один к одному а сейчас уже они близко к этому чтобы стать один к одному они к этому не будут стремиться они будут отталкиваться совершенно естественным путем ты же понимаешь если они будут один к одному то нельзя никакой спекуляции реальной провести то есть все будут курить а зачем народ курить они деньги хотят зарабатывать тут разные цифры за февраль международные резервы снизились на 16 миллиардов долларов одна цифра на 9 какая тут не 16 правильная так скажем более более правильная ног насколько мы мы точно не знаем как раз хотели об этом поговорить потому что есть представление о том что в день приблизительно и когда вот рассчитываю все по дням то есть берешь ту цифру которая была летом и берешь какой-то срок смотришь она получать по миллиарду в день спуливали да потом раз они где нет там за месяц 16 ну не знаю кто кто там врет наш математика или представители центробанка но все равно такими даже темпами не только продают или может быть они часть покупают там мне пока не только нет может быть они покупать но мы этого не видимо на уменьшение динамика идет на уменьшение раз от уменьшается значит это когда-то кончится ну это совершенно очевидно или они рассчитывают что они будут потом покупать когда у них попрет а когда у них папы попрет за счет чего нефть газ все в одном месте производству нет никакого собирать налоги вообще не ского все весь бизнес умер как это может попереть за счет чего это прет за счет того что хоть худ бедным там кто-то что-то скидывает государство а сейчас никто ничего не скидывает все наоборот собираются так сказать поучаствовать в распиле да если раньше он был там какой-то максимальный там сидели какие-то большие парни в ротенберге какие-то отпиливали жирные ломти то сейчас везде на самом низком уровне пытаются ухватить свой кусок потому что уже все все понимает власти нет никакой это одни разговоры про единство все вместе для чего они говорят для того чтобы иметь возможность хоть чуть-чуть ухватить от этого калача путин поручил проработать возможность создания валютного союза в е а вот представляю ситуация такая сидит там лукашенко сидит там саркасянов сидит назарбаев сарксян сарксян да извиняюсь вот сидит назарбаев и они все вместе думают как бы так привязаться к рублю и вообще бы иметь единую валюту чтоб подсадить свою экономику в ноль вместе слова и путину они же не дураки они понимают что их парень будет тонуть и давай эти все вместе чтобы вам санкции абсолютно безумие этого не будет никогда оба их говорит но я же крым то не захвату жады и зачем сейчас они нормально вот уже уже год допустим у казахстана ситуация гораздо лучше после того как они соответствующие действия экономические провели у них вроде все устаканилось ну есть конечно определенные так сказать всплески и угасания но пока вот посмотрим что после выборов будет пока гораздо лучше чем в россии с рублем гораздо лучше минимальный набор продуктов подорожал за февраль на пять с половиной процентов информирует нас саратов информ варят инфляции ты не было говорят что стабильно абсолютно но действительно посмотреть то есть с точки зрения стоимости доллара за рубль там евро вроде все стабильно за февраль а почему же тогда цена возросла на продукты питания почему вообще на все растет цена но если ничего все абсолютно стабильность чего же тогда все это растет значит спекулянты пользуясь тяжелым положением республики да конечно мы уже про спекуляцию саботаж слышали в восемнадцатом году да ну когда в очка был придуманным тогда это было реально тогда все ничего не работало да и какие спекулянты что-то шуровали а сейчас совершенно иная ситуация сейчас главным спекулянтом являются государство ну и государство и путинский так сказать государство просто супер спекулянт тоже спекулянт че берет где дешево да и продает те в 3 дорогая школу шкуру сдирает а государство смотрит что ты где-то что-то купил и сдирает с тебя три шкуры а потом если ты это продаешь что сдирает и 4 за 1 то есть она вообще ничего не делает только издирает шкуру смотри а ты вздохнул да неси шкуру просрочка шкуру не убитого медведева как ты сегодня сказал просрочка по валютной ипотеке в россии подскочила за год на 41 процент лишь люди просрачивают просрать вот 41 процент я думаю что не только по валютной ипотеке по обычной ипотеке я уж не знаю сколько там но если они по 70 миллиардов списывают на убытки банки то я думаю что ситуация такая просто они и не хотят огласить весь список полша согласитесь списка пожалуйста они хотят его оглашать убытки я думаю колоссальные вообще не любят убытки выпячивать да и скорее там пройдут реструктуризацию 10 раз как как у как не как нибудь в общем надо это замять делать и вот сейчас в этих условиях ребята говорят а будет все нормально над чуть-чуть еще подождать и все будет классно у нас и бюджет будет это все я напоминают этим гражданам которые так размышляют что был в 2008 году в америке там был потечный кризис начался он ипотечный кризис причем все остальное производство работала вся то весь банковский сектор работал кроме ипотеки да ипотека начала загибаться не только там по всему миру и мы знаем во что это переросло а здесь где нет вообще ничего ну просто ничего сейчас людей увольняют они имеют кредиты имеют ипотеку там я не знаю 70 миллионов сколько там человек должников в россии и они хотят чтобы все нормально было что не будет нормально не будет нормально сейчас начнут отнимать квартиры машины и так далее а продать их будет некому соответственно уже очень легко нарисовать ту картину плачевную который будет дальше очень легко 70 миллиардов рублей вложит россии в строительство и ремонт дорог ну скорее 70 миллиардов выделят на ремонт дорог на так сказать а вот вложит их совсем в другие места мы же прекрасно понимаем но представь себе тех идиот которые сейчас будут строить дороги они распиливать эти деньги то есть тот человек который никогда в жизни не крал в этой ситуации он обязательно украдет потому что понимает что все завтра завтра вообще кердык завтра кушать может нечего быть он обязательно упрет если много упрет то для того чтобы стартануть отсюда есть мало упрет то чтоб кубышку закопать там в виде долларов золота я не знаю что что потом про детей своих прокормить они что на полном серьезе думают что кто-то вот эти 70 миллиардов рублей что ли вложит в строительство дорог прикалываются просто власти москвы расширили перечень видов предпринимательской деятельности на которые могут распространиться двухлетние налоговые каникулы лишь они пытаются вот такими методами что-то изменить ничего не изменишь бизнеса нет причем вот ну ладно в москве там есть какой-то бизнес еще работает в связи с тем что много людей там кто-то что-то покупать хоть пирожок да купит да то есть есть предпринимателю дать льготы ну наверное будет что-то он делать будет как-то он там работать и выживать но москва мне кажется и так прокармливается а сейчас вот они у них это скорее малый бизнес это для ментов кормушка ну да поэтому а сейчас они посмотрите на москву давайте там и в регионах также сделано в регионах ты можешь вообще ничего спорить внимательно не брать он все сравнили у вас там газпром сидит и платит да нет да там ходит одновременно 10 миллионов человек туда-сюда это уже чё-то они продают ботинки им почистили уже можно заработать нормально а здесь ничего здесь пустота просто пустота вакуум обратная тяга вся все деньги оттуда отсасываются акции мечела подешевели на 10 процентов как стали стоит минус 10 ну да там я вообще не понимаю мне кажется они уже минус должны стоить до этих акций ну там втб почему подешевели акции потому что втб заявила о банкротстве что подаст на банкротство мечела и так далее но я думаю что вовин теневой банк сейчас будет высасывать эту организацию а это нормально сейчас доведут стоимость акции вообще до нуля безусловно если каждый день они будут падать на 10 процентов задачи математической за сколько они не за сколько как как ахилл и черепаха мы не знаю что только поэтому когда в процентах мы считаем не время будет получать будет нормально все время причем оставаться будет нормально конечно это хилл и черепаха как еще зенон это софизм придумал не мы с тобой так он не думал что он реален да он думал стоит софизм на это оказался в экономике реально да только надо в обратную сторону считать двигаться к нулю они вперед журнал forbes обнаружил рейтинг российских компаний которые чаще других получали государственные заказы в 2014 году что они там на первом месте махмудов и бокарев эти вот который с метрополитены с ржд подряд берут догоники такие да ребятки я не знаю мне кажется они не относятся к самым лучшим друзьям путина раз так значит я думаю это кандидаты в съеденные так скажем на втором месте хотя если они не относятся к личным близким друзьям то тогда это его и есть по логике а стоят какие-то да ну может нижние вот он же не может быть беднее даже официально ротенберга это было бы западло да я в другим словом сказал а вот ротенберге получили 228 миллиардов и плюс сынок еще 37 миллиардов получил но они не породить родному человеку вот потом иван шабалов трубные инновационные технологии получил от газпрома 92 миллиарда но этот иван шабал в который известен как году в 2005 что ли там потемкинские деревни в волгограде в виде труб строил слышал эту историю там навезли со всех сторон волгоград чуть с ума не сошли привезли и притащили какие только возможно трубы их там на на не на поездах были там на машинах на валом в общем по всякому кто приехали покажите вот сколько у нас тут труп мы наделали там я не знаю чек смотрю скальдо классно 5 баллов но это известная такая история потом тимченко пятьдесят шесть и восемь миллиардов ну то есть все персонажи известные нам до боли знакомые персонажи я думаю что в этом году ничего не изменится может быть только круг будет все время сужаться как с банками то есть каких персонажей пересажают как злодеев коррупционных мы же не знаем сейчас губернатор холин кого сдаст то есть если сдаст того кого надо отправить его конечно отправит безусловно будут стремиться не не факт что он еще как бы правду скажет ему скажет вот этого надо паренька говорите все будет все нормально в жизни газеты известия возмущается что несмотря на стабилизацию курса рубля многие автокомпании снова подняли цены на свои автомобили в россии ну это к вопросу а стабилизация рубля сразу вот и еще не такая хреновая стабилизация да такое хреновое лето поэтому люди бросились скупать машины дорогущий когда случился обвал рубля в декабре мы над ними смеялись а по сути то они правду при громадных деньгах при каких-то когда девать просто не заработали да уже отбили там почти сколько 35 47 процентов разницу уже составил но по крайней мере да если мы говорим что не не с автосалона не в целлофане то минус 30 процентов но в любом случае туда машина пока год еще свежий миллион долларов сша изъяли у фальшивомонетчиков турции причем это была одна купюра и при этом подлинная да вот тут разъяли у фальшивом они ну да но они на этом погорели эти люди у них за это да их сколько их осталось миллион долларов а я не знаю вообще вот ты знаешь я про миллион долларов вообще ничего не слышала мы с тобой говорили помнишь там в казахстане каком-то мужчине три бумажки по сто тысяч достались по наследству он там что-то держал держал там выставила оказал что они настоящие там учета у десятитысячных осталось ну наверно не больше сотни десятитысячных и они все стоят там по пятьдесят тысяч сейчас их продают десятитысячные потому что они ревматической до редкость такая у коллекционеров ну и так далее а вот про миллион я честно говоря впервые слышу я даже не знаю а еще так забавно что фальшивомонетчиков изъяли такая правильная бумажка или неправильная неизвестно обама после беседы с ангелом меркель принял решение не поставлять на украину летальное оборонительное вооружение а тут уже в госдуме сказали что там здравый смысл бы торжествовал проблеск а проблеск проблеск да проблеск и проблеск здравого смысла потому что там все с ума сошли а милонов у нас милонов вообще забыть про него нет никакого милонова вот ангела меркель уговорила обаму я думаю что никакая бангела меркель не уговорила обама принципиально желает войти в историю как миротворец а вы говорили что оружие не обязательно чтобы сша поставляла главное чтобы сша деньги поставлял оружие можно купить сколько угодно и где угодно поэтому так они договорились просто давай ты денег дашь а я пушки привезу него пушки всегда привезут были бы деньги и вообще меркель говорит обаме не вмешивайся он мой сша не согласна с решением европы сократить расходы на оборону вот ты знаешь европа даже сейчас не хочет сокращать это не хочет увеличивать расходы на оборону даже сейчас когда война идет посадишь как помог путин нато вот если бы не было войны хоть копейку бы дали европейцы в нато вообще не дали ничего еще свои еще отняли бы чё-нибудь от обрали на своих территориях а сейчас ситуация какая война идет американцы горят может договаривались по два процента в нато давать европейцы годами да вы чё два процента это много одна эстония только соглашается из всех европейских стран только эстония соглашается отстегнуть два процента больше никто не хочет давать при том что война вот парадокс это путинский парадокс это это он такую вещь сделал то есть не было бы никакого нато если бы не начудил путин эту вот сегодня бы уже ничего не было вот мы до главной новости добрались россии с 11 марта 2015 года полностью приостанавливать действие договора об обычных вооруженных силах в европе вот кто это такие это вот дураки или предатели американцы приезжают в европу и орут дайте два процента в европе дать мне не дадим хотя идет война и тут вдруг туда же приезжают в вену замечательные российские люди вот такой представитель мид антон мазур или мазу и говорит о чем мы прекращаем с вами договорные отношения по поводу обычных вооружений в европе зачем к вообще к чему-то обязывают эти не хотят деньги платим она обязывает а там по договору цифры просто что нельзя там увеличим там размещать и так далее понимать то есть они то есть не идет он вообще тотальном запрете в договор вообще фиговый но принцип представляешь там американцы говорят деньги дайте на нато и тут приезжать мужчины который это мысль с вами вообще расторгаемся договора будем фактически чуть ли не в состоянии войны до ну да а зачем вот или они дураки или они предатели враги вот сколько надо было грубо говоря отстегнуть определенным людям чтобы они это продвинули что пугануть европу чтобы европа деньги согласилась платить в нато ты думаешь они получены кто кому кто кому там чё платит ну это это такая мерзость посмотреть живут совершенно очевидно прям вот в одном котле варится все вместе министр иностранных дел британии филипп хэмонд выступил в лондоне с речью в которой вновь заявил о дестабилизирующей роли россии в украинском кризисе да и он говорил что те люди которым сейчас полтиннику они как бы уже имели счастье насладиться холодной войной и опять россии становится может стать главной угрозой для великобритании ну а дальше можно даже не комбини комментировать там и речи о применении ядерного оружия о чем хочешь идет в этой его в этом его выступлении так что но опять тот же самый вопросов зачем это путину было делать ну зачем этого можно было избежать и очень легко но почему-то вдруг решена что нужно куда-то там вот вот как зашим смотрят вот стоит чан с кислотой чуть-чуть еще сделать туда взять туда пачку соды херануть и все будет и будет веселуха то есть сразу очевидно кто-то уберет обсудим дураку может быть не очевидно что там будет но умный скажешь ты чё делаешь сейчас это все попрет через край там начнет пуляться да да муж проверим а может не будет ничего может так по-другому будет ну так газета крымская правда опубликовала опроса 5 марта на тему как бы вы ответили на вопросы крымского референдума сегодня в котором приняли участие четыре тысячи с половиной человек ну да вот 61 процент крымчан за широкие полномочия крыма в составе украины и только 19 закрыл в составе россии то есть это говорит о чеху автор о том что он и говорит до 60 процентов не видят вот крым путинским они не видят то есть это ключ который там проживает в крыму нет ни фейк газету родным этот не фейк на самом деле там после этого лег этот сайт я на виду хорошем смысле да не его его хакеры потом отканули то есть я думаю что после того как да пусть мы же понимаем сейчас главное что они получили известно в результате вот кстати это к вопросу о средствах массовой информации которые пытаются вылезать из властей до чего нить какие-нибудь копеечные копейки да вот стоит людям только правду одну опубликовать и о них узнаю узнает вся страна то и часть мира достаточно большая это я к тому что кто-то сидит и боится имея в руках ресурс ну смешные до боится что-то там сказать лишний вот тут виктория нуланд в сша поговорила по поводу крыма и назвала это что крыма восточные регионы украины живут в царстве террора и как тот за действительно я могу с ней согласиться в одном что за событиями в донецке и в луганске про крым просто забыли даже вот мы очень очень редко к вопрос крыма подходим вот я еще раз прошу того человек который мне писал присылайте все сведения про крым по зарплате по всем остальным делам все это интересно мы будем об этом говорить это очень важно депутат саратской областной думы сократят свою зарплату на 10 процентов депутаты мы говорили об этом половина банкиров а половина там еще кто-то не знаю там и лохов полно конечно просто я просто представляю как курихин будете зарплаты на 10 процентов я думаю не получает а сколько там получает на постоянный какой подсотку говорят сейчас нет процент из депутатов а я не знаю может половину там сколько там сколько их сейчас там человек 20 человек половину человек 20 человек 40 сегодня всего 45 45 да я что не помню даже ты же выбирался туда как что я когда выбирал там был 35 это цифры разные они нет я говорю двенадцатом году то мы выбирали 45 ты не помнишь а я не помню что чем там тоже были по и списочники и по одномандатке я уже не помню сколько там был ну вот даже представь себе вот половину получают 20 человек от сметы расходы думы фонд заработной платы мы говорили 10 максим максимум 10 какой 10 еще меньше ну будем считать 10 процентов а в фонде заработной платы заработной платы зарплат депутатов 10 процентов как раз а и из вот этих десяти процентов 10 сократят это сколько это одна сотая процента получается от фонда зата этой сметы расходов областной думы и они хотят таким образом накормить народно тем что сократят зарплату там ничего нового мы про это говорили от нас нет там был какой-то случай какие-то депутаты сказали что мы не будем сокращать нет они они же для чего это делать вот это был бы не у тебя сказал губернатор сказал теперь депутат следующий этап местное самоуправление вот как только местное самоуправление кукарек это сокращение зарплаты всего следом начнут нагибать учителей врачей которые будут выходить как мы говорили на 10 процентов а может и на половину они будут там где-то почин такой давайте на 110 еще еще приносить будем путин и платить кадыров сократил себя дешево мальцев не вернет крым когда придет к власть когда придем к власти мы приведем стороны в первоначальное состояние проведем реституцию а это вы как хотите можете пояснять кадыров сократился на 10 процентов зарплату ну да отлично вот то есть предположим он сократил себе надеюсь про овощи она нафига ему он чем на зарплату вот эти предметы роскоши которые он все время демонстрирует покупать этих лошадей всяким bentley там машины другие которых у него целый гараж он он на зарплату что лет купил ну то есть это и вообще не даже не пытается что-то скрывать то есть вот он там занимался какими-то делами по горам бегал до потом его пригласили поставили рукава это премьер-министром на в чечне потом президентом теперь он там глава я не знаю как вызвать все время получал зарплату ну что ж это он на горах там такие капиталы немеренные собрал что теперь машины покупайте коней всяких или он за зарплату и купил пусть мне объяснят я не могу понять вот тут фейк обсуждают все которые фальшивой как бы игорь сечин в фальшивом твиттере вернее настоятельно витали фальшивый сечин значит раскритиковал путина значит наехал на кадырова вроде бы но и вроде бы как его всерьез восприняли некоторые средства массовой информации интересно нет на самом деле вот интересно зачем это земли что я перебил тем что тот кто зашел на этот твиттер он сразу видит что это фейк ну да в рожи сечина такая конечно это совершенно очевидно мы рожи сечина и называется он не игорь сечина игорь сечин чего-то там драйва да ну это понятно что это фейковый аккаунт и если средства массовой информации сделают ссылку на фейк и обсуждать вот то есть это то что они хотят сказать но не монетно наш они не могут поэтому они делают ссылку на фейк и вот они там рассказывают какой путин как вы кадыров так далее может быть сами не поставили туда конечно я не исключаю рамзан кадыров пообещал отдать жизнь за владимира путина заявляет рост бизнес консалтинг я в твиттере спросил чью вот я у меня спрашивают написали чеченцы спрашивают что будет когда с чечной с чеченцами когда мы придем к власти я могу сказать одну ты обещаю соль я знаю что тот человек который сейчас пытается пробить он 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 нас слушает вот он пытался пробить там какие-то телефончики и так далее он 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 думает что он очень хитрый умный ну я могу сказать что чеченский народ там придем к власти получит полную свободу от русского народа а русский народ получит полную свободу от чеченского народа этот и другой народы заслужили этой свободы я так был один из подозреваемых в убийстве немцова заур дадаев уволился из внутренних войск мвд на следующий день после убийства немцова да то есть нам рассказывали что это дадаев он давно уволился кадыров дал задание узнать а чё же этот дадаев то уволился ну он оказался действующим офицером на момент убийства немцова и вот опубликованы фотографии и в московском комсомольце и в других сми вот этого запорожца на котором они там ездили оказалось что они ездили на этом запорожца еще сентября месяца в москве и следили за немцовым фотографии есть в общем то что говорит о том что он особо сильно не был задействован будучи офицером внутренних войск он особенно сильно не был задействован в вынесении службы либо это входило в круг его обязанностей ну как вот представишь лейтенант уехал куда-то там из своего батальона и нет его и печет он там в москве забыл но мы знаем что очень много представителей батальона в чечне находится в москве постоянно они прикомандированы то есть выполняю допускаю что он был прикомандирован как и и те кто там проживает с оружием по всей москве и таких определенные специалисты насчитывает около пяти тысяч то есть те которые по свистку должны выскочить защищать путина но я еще хотел сказать что вот посмотрим как как пойдет суд я думаю что суд да да его осудит там уже я думаю что все четко определено кому чего и сколько отбывать он конечно поедет в чечне безусловно то есть там так будет у вас уже все как как многих кого здесь осудили мы знаем уже убийство вот о чем мы говорили вот россияне очередной раз утрутся давай поспорим что утрутся утрутся и будут смотреть и и и и мы будем комментировать смотрите он в чечне выступает он не в тюрьме сиди и и мы это будем говорить но понедельник заседание высоком суде лондона было полностью посвящено установление обстоятельств прохождения теста лугового на полиграфе он же его вроде прошел свое время да но тут получилось так что вот самого полиграфщика надо бы на полиграфе проверить там оказалось тот англичанин который брюс беджес вот он какие-то давал путанные достаточно показаний в суде его очень быстро поставили на место но надо сказать что в английском суде полиграф не является доказательством вообще это ответы на полиграфе не являются доказательством и поставили под сомнение сами эти ответы но вот честность это может быть еще кого-то притянут к делу да да ну я хорошо на полиграфе надо было полиграфе самого откатать потому что но очевидно что это наверное они они же англичане вот этот коррупционную составляющие в расчет не берут ну а представь сколько могли ему здесь заплатить и миллионы два и три десять просто столько сколько он бы попросил хорошо вы если это так то хорошо было посадить был по этому делу под москвой и полиция освободила заложника за которого похитители требовали 200 тысяч долларов ну да то есть представляешь там 1 декабря еще время есть прошлого года исчез человек и вот в чет феврале стали требовать деньги а до февраля не требовали какой-то уроженец северного кавказа 22-летнего украл но он может оказаться тоже каким-то офицером из какого-то батальона находящегося в москве представь огромное количество людей которые числются в этими самыми военнослужащим внутренних войск находится в москве с оружием абсолютно ничем не заняты вообще ничем над безделья они будут делать все что угодно пропавший феврале контрактник из российских пограничных войск воскресенье был найден мертвым недалеке от гюмри на севере армении почему говорили что там про пропал контрактник но он сам армянин я не думаю что нет ну это вообще вместе любые варианты возможны да поэтому кроме все прочего там вот есть какое-то представление о том что как-то очень негативно относится к российским военнослужащим на самом деле это не так многие вот сейчас рассказывали что я даже не поверь память память о том что сделали российские военнослужащие когда было землетрясение она гораздо сильнее чем вот память об этом придурки которые людей там убил потому что там это был массовый героизм проявление массового героизма как раз в гюмри потому что гюмри это ленинока там находился пограничный отряд который очень быстро сработал кстати вот когда началось землетрясение поразительная такая ситуация была пограничников собрали в актовом зале там какое-то мероприятие торжественное проходило кто-то маршировал кому-то там погранцов разной степени развешивали в этот момент тряхануло и вот они не сгора не сговариваясь выскочили а как раз через забор там детский сад какие-то учреждения детские находились и они быстро туда все сквозанули всех детей вынули в общем все удачно произошло по крайней мере вот в районе граничного отряда то есть там минимальные были жертвы экс-депутат от партии регионов станислав мельник был найден мертвым в своей квартире в поселке украинка один листапчик выпрыгнул другой застрелился ну там не знаю нас не происходит ну как на самом деле происходит полная фигня представляешь как он вообще мельник этот хоть что-то себя представлял он кто-то да не важно ничего особенного да нет да тут это не наш ответ керезонов дайте вам за немцова да нет я думаю что это самоубийство и важно сейчас понимаешь как вот такой откатный момент вот эта инерция противостояние кончилось и при приходит осмысление вот я всем кто участвует в конфликте хочу сказать чтобы они обратили внимание на этих людей чтоб так не получилось что да вы там окажетесь молодцами некоторое время а через год прыгните без тапочек из окон и не только потому что дело уголовное возбудили а потому что жизнь так устроена что нельзя поганить то есть иногда оказывается что человек загнан в угол то есть они в своей собственной стороне в своем собственном государстве оказались врагами причем еще врагами самим семье рпц предлагает новую концепцию войны на украине как священной войны за православие да такая ростом и и и здесь дошли до точки да конечно кстати что есть война с православными священная война православие вообще я рассматриваю конечно это как крестовый они крестовый поход от назвали это крестовый поход гундяевщины против православия вот я так как рассматриваю потому что нынешние православие в рамках гундяевской церкви но она ужасно представляешь она совершенно ужасно и многие с кем я общаюсь святые отцы и монахи они также размышляют они просто не могут это высказать я об этом говорю они не могут это сказать ну ну закрытие на 1 раз не ну паричок закрыть закрыть прекратить ночью но если они сказать не может мы сидя сидят и молчат зачем они монахи зачем им что-то говорить они вообще могут ничего не говорить хорошо мире они должны русской православной церкви так устроен мире они должны говорить они а основу ее составляют не монахи основу я не что ли выбирают этого слова они же сами выбрали свой педераста на должность главного я не выбирать в том числе в этом-то в этом-то бирам нет не выбирал окон и жиром ну там какие-то люди ну в русском как ослабляться у чеснухи выбирается при помощи жребия никто конечно жребий никакой не кидал ну вот знаменачно к истокам вернуться и все будет нормально наверно ты и национальность и православие пришли к своему естественному развитию служила на войне наверное мировой суд центрального района новосибирского во вторник оправдал режиссера тимофея кулябина по административному делу связи с постановкой в новосибирском оперном театре опер вагнера тангейзер за отсутствием события правонарушения да то есть удивительно тоже вещь оказалось тоже там человек а это в новосибирске джи не басманный суд я думаю что и басманному дали бы команду потому что конечно все на уши встали взвелись я думаю что дали они обидели не тех кого надо они обидели педераста ну да да потому что не в тангейзере дело в том что там педерасты да 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 при при так сказать противодействие гомексексуалистов с церквью гомики побеждают в том числе и в церкви в том числе и в церкви побеждают то есть абсолютно про хорошо хоть кто-то их побеждает я вот если бы они взяли и там шарф и табакерку да я бы их сам поцеловал а ты себе что-то представил такое что засмеялся куда-то представил себе специальное место его поцеловал ну прикратила нужно также здесь людей тут тем более за кадром третируешь в музее мвд мужчина взял свою бывшую жену в заложнике ох да он бывает такой причем а бывшую бывшую да он с гранатой хотел детей как-то воспитывать взял жену теперь вот проверка проводят не понимаю только гранат фальшивая потому что если настоящий была тогда мне проверка над дел возбудили там чет все непонятно как ну посмотрим слава бог что никто не взорвался голый пистолет помнишь да когда этот там заложника берет преступника этот но этот лес ли нильсон тоже хватает да да это же есть не у меня в жизни был случай работал один кренделе у нас и через некоторое время после того как уволился захватил свою собственную жену в заложнике причем в детском саду и потом взорвал и себя и и гранатой такой бывает здесь слава богу все кончилось нормально марьяна наумова 15-летняя российская спортсменка попросила арнольда швацнеггера стать президентом сша и наладить отражение это отношение с россией ну ты знаешь вроде все красиво все правильно все правильно швацнеггер пришел дал бы ему по башке и он тут же бы сдох но она не так если бы я понимаю зала бы вот что ты голубчик шварцнеггер стать президентом хотя он не может стать в австрии родился ну даже так стань президентом и прекрати войну вот эту это было бы нормально ну когда 15-летняя девочка говорит немножко не об этом то здесь чувствуется рука такая киселевская до очередной ребенок был загублен меня тоже все все им король орда не объяснил откуда берутся джихадисты и откуда же виноваты евреи он сказал логично не на самом деле стал абсолютно логично он что сказал он сказал что быстрее бы прекратить вот эту вот фигню которую сейчас с палестинским государством то есть подписать хоть какой-то там документ и тогда наверное джихадистов этих станет меньше потому что у них просто не будет базы так скажем в том числе и идеологической тогда там неверно сформулировано откуда берутся джихадисты но не из евреев же не ну конечно но он он имел ввиду что как бы жесткая позиция израиля в отношении палестинского государства она она приводит к тому что возникает вот я понял это опять проблема этих тех кто составляет заголовки да вот он написал откуда берутся джихадисты виноваты евреи и все и ушел домой пить чай не ну правильно потому что за это время убили 10 джихадистов и 20 евреев вот ничего нибудь это думать себе башкой этот он думает что пришли посмотрели как можно больше я понимаю да это его задача рижанин леонид янки лович наверное до основал компанию дартс моторс которая производит позолоченный броневик дартс промброн с пуленепробиваемыми стеклами шестилитровым двигателями двигателем рукоятками под напряжением экзотической отделкой салонов ее стоимость начинается от одного с лишним миллионов прислал что-то ты фотку не там ни одну семью ну значит что-то хорошую очень фотография конечно там машин на машину слишком навороченный никто на такой нормальный человек не сядь но я думаю в россии у него будет очень много покупателей за миллион долларов золотую машину на северном кавказе я думаю с удовольствием там уже кадыров на свою зарплату наверное три таких купил ну нормально в общем я думал правда машина сделан просто взял mercedes-benz и не а там видео есть они очень хорошо делал то есть они практически все заново переделывают я думаю мерседес делали за ночью так они делают наверняка заново просто на mercedes-benz ссылка такая чтобы ну что покупали да ну давай движок тогда тут пока тут кузов они делают практически с нуля то есть ничего на канину не митинга памяти чего тут написано агента сша бориса немцова помола несколько предупреждений на улице не выходить будут работать неизвестные снайперы ну да но это такой вот заголовок интересный где про неизвестных снайперов в российских сми и вот они приводят и вот они приводят пример что вильнюсе были снайперы в москве в 93 грозном 94 южной осетии 2008 бишкеке в десятом в сирии в одиннадцатом в йемене в одиннадцатом в тунисе в одиннадцатом в ливии в тринадцатом в киеве в тринадцатом и вывод делает что это вот такие вот да это одни и те же снайперы вообще чуть ли там не ну намек такой что это там чуть ли царо ушные какие-то снайперы вот я хотел бы рассказать всем тем кто читает такие статейки а лучше тем кто их пишет что к сожалению всегда найдутся люди готовы и стрелять в людей и они как правило разные вот все перечисленные вот эти вот места где были расстреляны люди там стреляли разные люди к сожалению но может быть только совпадение может быть в вильнюсе и в киеве стреляли одни и те же вот 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 она началась роскомнадзор сообщила намерение заблокировать отдельные страницы популярный интернет энциклопедии лурк море лук мор сайт в ответ закрыл прямой доступ к этим статьям с территории россии вот гуглю не надо с ними соревноваться надо просто сказать да идите куда хотите и закрыть россию для для общества для мирового но он просто выключит ее и все да нету возможности заходить нет возможности писать пишите себе вконтакте вот тот этого рук мор и сделал не хотите не не читайте важно нужно сказать что лук мор сразу же закрыли как только был введен закон да но он перешел просто другой домен и все и также сидит совершенно спокойно даже даже не не навальный которого надо как-то доставать ведущий телепередачи топ-гир джереми кларксон временно отстранен от эфира после драки с продюсером я даже на чё он ему сказал этом продюсер что жидовская морда что он еще мог сказать ему как и этот как и слушай я чуть не подумал да как и как его ставится блин это ну по марте чарли шин за что и не только чарли же дам я дал господи мол гибсон и мал гибсон тоже да да согласен согласен наверно так и было понедельник 32-летний россиянин алексей свет личный проживающий в массачусетсе признался в преступном сговоре с целью совершения мошенничества я тут массачусетсе как раз в этом суде царна его судят а только что еще осудили вот какого-то еще гражданина господи как же его тоже российского только что осудили то есть там целая очередь из российских граждан и я думаю что американцы все нормально воспринимают когда им говорят про россию как такую страдали отсюда они сразу же наверное думают колонки вот это читать газете про то кого и за что там в их судах судит страдальца там вот так каждый же по себе в общем-то оценивает всероссийский конкурс по созданию размещения социальной рекламы антинаркотической направленности пропаганда здорового образа жизни стартовал с 1 марта организатором его выступила федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков любой любой может успеть еще до 30 марта сдать туда уж правда и обращал внимание сейчас прочитал как-то службу нас называется по контролю за оборотом наркотиков то есть они не не борются с наркотиками они контролируют оборудование какого-то подмечено я сразу вспомнил вот я считаю самая антинаркотическая лучшая реклама этот демотиватор помнишь когда там нарисован мало то есть сфотографирован молодой человек который белую дорожку нюхает и на и написано из другой социальной рекламы слоган взяли из другой курение да на это просто нет времени была социальная реклама такая против курения там бегунов там каких-то я не знаю курение на это прочь не просто нет времени а здесь вот две социальные рекламы сложили получилось идеальное то есть когда человек употреблять наркотики не даже времени покурить не все туда уходит у нас по как сказать все шиворот на выру кто-то у нас главное будут креативщики в борьбе с наркотиками байкеры видимо наверно потому что они же с наркотиками борются во всем мире удивительно во всем мире байкеры разводят наркотики да у нас а у нас байкеры борются во всем мире всякие государственные органы борются с наркотиками а у нас они распространяются просто я вспомнил что тот же зал дастанов помнишь организовывал всякие мотопробеги против наркотиков не знаешь что они там курили как это спрашивает так все надо на вопрос ответить на вопросы наверно будет ответить ну давай тогда вот а то нас ругают что мы с чата мало берем вопросов давай возьмем вопросы с чата мальцев русский жванецкий лавров а жванецкий а жванецкий чей жванецкий лавров михаил жванецкого конечно мне не нужно хорошо хорошо хоть жванецкий это это на самом деле как отскать такой как вот кадыр в орден да наверно такой же уровень как орден почета потому что там я саром из россиянам тогда ладно а то назвали жванецким так что это хорошо спасибо мне кажется звонецком будет шутку очень понравилось какая кого-то назвали русским жванецком вот как у него глаза бы округлились на скала а я какой он я понял он украинский жванецкий вопрос путин рассказал что не мог бросить людей под каток националистов и поэтому вернул крым рф в речь путина давайте тогда обсудим завтра наверное но это конечно забавно путин спасает россию от националистов таким что причем там федоров спасает путина непонятно то есть путин вначале говорил что россии для русских фашистский лозунг говорил что русские националисты это негодяи потом сказал что он самый главный русский националист это его слова были вот недавно его были слова а теперь он говорит что он спасал россию от националистов поэтому присоединил крым а крым он от кого спасал то есть вот он такой спасатель такой чип и дэйл в одном лице может не надо никого спасать может быть пусть он нас от себя спасет куда-нибудь катапультируется и все и таким образом спасет россию от всего от всякого геморрого но лишь они стреляются то уже после этого обычно до того они не стреляются собаки вячеслав когда вы придете класс стоит ли ждать студентам повышение социальных выплат и будет ли видно полное бесплатное образование бесплатное образование безусловно будет абсолютно точно и студенты должны получать нормальную стипендию конечно на то на ту ту стипендию на которую может прожить студент ну ты знаешь вот я всегда вспоминаю как про доктора мишкина до помнишь фильм там ефрему старший играет и там доктор такой средней руки который как-то учет ничего не получалось и потом оказалось что у него кровь какой-то редкой группы он свою кровь дал кому-то и очень классно в жилу спас человека очень рад и говорит он мишками да ты все умеешь ты там как бы учился хорошо тебе надо достаточно было один раз прочитать да ты подрабатывал на скорой помощи у тебя опыт был к деньги еще зарабатывать все классно а я тупой и мне чтобы из-за институт не выгнали над был джубрить понимаешь и для того чтобы как-то вот стать врачу и вот это вот меня тогда потрясло я подумал что не все люди конечно как мышкин и или мишкин мишкин да вот такому человеку нужно дать шанс обязательно обязательно должна быть стипендии такая если он зубрит чтобы он ее получал чтобы он на нее прожить мог ну потому что у нее тогда вообще кирды кому он подрабатывать не может потому что он не сможет тогда учиться а учиться не может потому что кушать нечего все то есть такой человек в жизни исключен вот нужно таким людям дать тоже возможность потому что как это ни парадоксально основная масса таки у нас не все мишкин и к сожалению но если какие если мы будем двигаться в этом направлении то у нас их с каждым разом будет становиться все больше и больше больше пока что меньше станет мне а это да но врачом разговаривал говорит никто даже с диплом не никто не идет врачи никто не хочет работать вообще от нас то есть все меньше и меньше все уходят и все лечить нас никто не хочет вячеслав когда дебаты будут когда будут дебаты вот дима подключился вы отключили коллективный разум можем по дебатировать и слов что будем делать сенуковичем и другому разве ну как что и не наши делают не наш тело есть украины мне суды украины это вообще не наше дело то есть наш наш назад и задача веревка украины и мыло украины чем мы будем нашу задачу как-то такого гражданина российской федерации как янукович так сказать привести в первоначальное состояние то есть сделать у гражданин украины пусть они разбираются какой гражданин россии и туда это мы готовы это взял паспорт взять взять на себя очень легко без всяких проблем то есть я думаю что с приходом с нашим приходом к власти не только басманной но и любой другой суд примет такое решение предлагаю бы на месте басманного суда сделать это ну как на месте бастилии да как на месте бастилии дырка доставить дырку да вот это кстати очень хорошая мысль ну да такой парк что можно было посидеть и подумать место чтобы подумать вопрос вячеслав ваш борьба с вами такой дешевый боевик два другу сталь по разные стороны и борются за власть по закону жанра в конце станет добрым и убьет путин надеюсь что я могу сказать хотя знаю что этого не будет вернее возможно будет но не из-за того что он станет добрым хорошо да про боевики боевики причем дешевый дешевый что значит дешевый боевик дешевый боевик это тот который слабали по стандартной схеме то есть вот единые лекала которые есть и все вы представляете если этот сюжет миллион раз в кино показывали но в жизни значит это вот как точка тяготения валюты там же 60 у этой у нефти 60 у гривны 30 и так далее все время туда стремится выше залетит вниз опускается вниз есть такие точки и также сюжеты действуют на людей безусловно мы не можем от этого отойти еще про архетипы до карл юнг писал юный карл юнг карл юнг они у нас очень живы но что есть архетипы архетипы это результат классических сценариев это результат классических сценариев так вот я хорошо сказал на сам себе понравился поэтому конечно живем как в кино выдаст ли абсолютно абсолютно по-другому и не умеет все так живут каких ошибок избегать в 19 лет или код таких ошибок 19 лет человеку нужно избегать я не знаю я бы сказал не начинаете курить но я начал 12 я сказал когда моему сыну было 18 старшему я сказал случае не трать время зря только на баб это было это было длиннее я сейчас укоротил то есть я говорил что не надо моего дела того он абсолютно серьезно воспринял а я кстати говорил абсолютно серьезно как вы относитесь к жиринушкам негативно отношусь как я могу это путинский хлебосос так что у меня в никаких сомнений относительно его нет так слова что вы думаете о теории крым от места для присели переселения израиля в будущем из-за этого весь сбор я думаю что если вы скажете это в израиль и там люди очень сильно напрягутся что им придется ехать в какой-то крым конечно же нет конечно же это есть такие вот слухи распускаются всякими федоровскими кренделями на чтобы что евреи всего мира спят и видит видео для себя в крыму восстановить хотят восстановить хазарское государство приставь сейчас к евреям туда в израиловку приезжаем гамм слышите дать вот хазарию восстановим там у вас каганат будет в астрахани там калмыкия к вам приезжим там чего еще и давайте все туда дуйте оттуда оставьте палестинцев покой интересно как они какие слова они мне там скажут куда они меня там пошлют скажут кукнулся совсем конечно же нет конечно же там все нормально даже представьте на секунду это трудно представить для этого нужно как бы изучить их религию для них принципиально абсолютно принципиально земля обетованная и было абсолютно принципиально что какой-то мышах какой-то месте привел их туда и все равно когда случилось так что сделали государство израиль благодаря сталину и многим другим людям и туда все равно люди пришли хотя это противно их вере это против их религии это против канонов установленных и там многих проклинали если ты помнишь да вот и они все равно это сделают куда они оттуда если они пошли против своих и против своей религии что прийти туда-то уж оттуда они точно никуда не уйдут и и не захотят никогда и когда не таньяху говорит собирается со всего мира езжать сюда многим конечно на одно место соли насыпает то есть там есть определенные группы очень хорошо сидящие дата в каких-то я уж не говорю про швейцарии ну и франция в том числе и вдруг им говорят слышите ребят давайте все собирайте манатки приезжайте сюда для определенной категории граждан это нормально потому что но у них особо там может быть такого что-то сверхъестественного нет а у тех кто над ними стоит у тех у кого есть в руках и власти деньги и из-под них вот этот подпушку вышибает не таяху их же еврей говорит приезжайте людей у них уводит такой мы и сей некий они конечно очень негодует по этому поводу но все равно идея вот это собраться там в израиле гораздо более приятны для многих чем остаться во франции уж не говорю про крым мальс фуасус отклеился это хорошо это значит я жарко все обсуждал сегодня ставки делали там чате черный свитер полосатый или синий так и не выиграл минул у меня не синий отсвечиваю тоже не синий он какого цвета фиолетовый да ну если там считается кто ближе был то тот кто синий сказал хотя в общем слово вам нравится меркель как женщина вообще-то я честно вам скажу я уже женщину в ней ни разу не видел спрашивать но все-таки разные возрастная категория дело не по воде возрасте дело не возрасте она не войти какая-то она такая конь на самом деле она не женщина на конь такой ну разный я видел и как его много женщин в возрасте и как бы более даже крупного телосложения но они более так скажем женственный да они женственные понимаешь вот в женщине самые главные даже не красота не умничаем на женственность то есть быть какой-то я не знаю это не объяснить для того чтобы понять нужно быть мужчиной чтобы понять какая должна быть женщина на слова как это можно на словах объяснить вячеслав видеть модерацию в чате тролли мешают нам мешают другим отрывали как как-то вводили одни тролли мешает как-то мы вводили модерацию ну там действительно мы все роли творится что-то там невообразимое все тролли до убираем только иванова и убираем мы его не из-за того что он ругается многие говорят зачем узнать хазары жаждут крым и он у них кармане я даже в этом не сомневаюсь я даже в этом не сомневаюсь что с точки зрения хазарского каганата жаждут любое государство что такое мы с вами говоришь что такое хазарский каганат и когда несколько еврейских семей управляют всем государством все остальные как бы занимаются другими делами работают пашу там я не знаю так далее управляет определенные люди да вот это каганат у нас говорят абсолютно был каганат пиробиджане у построили потому что там евреи управляют всем да но работали для все остальные ну вот когда говорят про крым то никто никто и не рассчит говорят то некоторые вот федоровские так скажем националисты о том что отдадут евреям именно как палестину а нафиг им это нужно ведь еще одна палестинка ганат и впал их вполне устроить да еще палестинством не хватает теперь еще татары крымские радости до добавлять вопрос представьте вы пришли к власти притащили путь на гагу его там оправдали что будет сидеть во первых когда мы придем к власти я могу сказать только одно в гаге его судить не будут как как бы к нам не относились но у нас нет концепции что мы судили в гаге есть город москва и должен быть как был там гагский трибунал мир нюнбергский трибунал московский трибунал безусловно мы не рассчитываем что кто-то за нас сделать нашу работу если московский трибунал его оправдать но мы подчинимся я не знаю почему сталин свое время но не смог видимо потому что я думаю об этом думали хотя по месту преступления судили для так если юридическим языком политика спрашивает политика подразумевает ложь обман вячеслав вы политик и во-первых я политика во-вторых кто бы сказал что политика подразумевает обман политика а это слово политика от слова polis полис город что такое политика политика это управление каким-то общественным хозяйством вот так это для того чтобы управлять обществом действительно долгое время нужно было ложь сейчас с приходом информационного общества ложь как раз она вылазить сразу вот если врет там допустим кто бы там не врал как какой бы он там хитрый не был там товарищ с кавказа врет его сразу виду ну врешь ты на 10 процентов зарплату ты свою снизила машинку свои куда ты их денешь лошади эти свои куда денешь и они-то откуда взялись этот товарищ врет который из кремля да тоже сразу видно какие-то другие люди не к видно да все видно мгновенно видно то есть они ложь сейчас это наиболее так скажем отрицательная вещь которая нужна политику умение врать для политика для нынешнего лучше не умение врать абсолютный то есть тогда он не будет пользоваться этим инструментом и все будет нормально то есть будущее за политиками которые не врут и я говорю мы придем к власти мы закон о правде примем о том что любая ложь из уст государственного деятеля закрывает ему дорогу навсегда любая вода спроска у тебя детей он говорит двое а у нее четверо все от винта неважно почему он собрал нас вообще это не интересует дело третье важно что он сказал неправду мы его спрашиваем какая у тебя сексуальная ориентация он будет я натурал а он гомосексуалист или там бисексуал все неважно мы не будем преследовать за то что он гомосексуалисты в обратную сторону и даже я гомосексуалист да 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 и все то есть мы хотим правду наконец получать от всех в полном объеме я думаю что россия и русский народ это заслужил получать правду и тогда мы можем уже как-то так сказать фильтровать вот этих ватников да то есть говорить вот ну вот ты получил правду подумай как как может быть ты свои немножко 100 поставишь на место мозги которые у тебя выбили за столько столетий лжи может быть они у тебя как-то придут в нормально в соответствии да и генетически может быть мы начнем рожать людей которые говорят правду хотят говорить правду для которых ложь это мерзость ну чё все я извиняюсь что затянул так спасибо на свидание а вот хотел я показать еще и тут очень мне понравился такой типы демотиваторах вот сухуми отстояли да а батуми не смогли вот сверху сухуми которые стояли снизу батуми которые не смогли отстоять спасибо